Сегодня мы встречались, можно сказать, две сильнейшие команды в нашей стране. Матч прошел в хорошей, интересной, интенсивной борьбе. К сожалению, мы проиграли. Я считаю, что результат несправедлив. Конечно, команда не была достойна поражения. Моменты, которые мы создали, мы не реализовали, к сожалению. В целом, показали неплохую игру, но, к сожалению, результата нет. Конечно, обидно, особенно вдвойне, когда у себя на стадионе, в присутствии своих болельщиков, за что, конечно, нужно извиниться перед нашими болельщиками за результат. Ну, что касается самоотдачи, борьбы, то ребятам претензий нет, они все делали, чтобы добиться нужного результата. К сожалению, сегодня удача от нас отвернулась. Добрый вечер. Борьбе Корфейков, Дата Востока. Скажите, пожалуйста, в чем, если касается врачей, опыта врачей, команды, по поводу такого затяжного перерыва у футболистов, которые получили травму. Такой вопрос возник ввиду того, что, я прямо перед тем, я тебе скажу, пресс-служба клуба не освещает именно тех игроков, которые по каким-то причинам не выходят на поле. И у болельщиков, в том числе и у меня, и как же у болельщиков возникает вопрос. Где-то вода, что случилось с Хашлимова. Вот сегодня, например, все у друг друга переспрашивали насчет, я ошиблась. Поэтому у меня вопрос. Вас удовлетворяет вообще врач, его опыт, лечение, травм, игроков? Это первый вопрос. Вы позвольте второй вопрос. Вот сегодня я вышел на игру в нападении Мумина, да? Если я не ошибаюсь. Да, Мумина. Фамилия, да. Вот я просто был так, чтобы появились вот такие вот ребята, новички. Вообще, в линии нападения есть вот такие игроки? Спасибо. Что касается травм, то Табатадзе уже на подходе, Джокич сегодня уже вышел. То есть вопрос естественных процессов, это реабилитация здесь раньше времени нельзя, можно усугубить. К сожалению, мы вынуждены были Табатадзе раньше времени выпускать в полуфинале, усугубилась травма. Но он восстанавливается уже в общей группе, наверное, начнет после отдыха, работы. Есть надежда, что в ближайшую игру он выйдет на поле. Что касается Яхшибаева, то он тоже проходит курс лечения, его тоже нет. Но это не связано с травмой, здесь просто по здоровью есть проблемы. Хашимов, я уже говорил, провели операцию успешно. В этом году он уже не поможет нам, походу. Что касается второй части вопроса, Муминов, один из самых талантливых футболистов Новобахора, это будущее Новобахора. Ну, сегодня вынуждены были его выпускать в такой сложной игре. Неплохо эпизодами выглядел, мог сделать ассист, к сожалению. Хороший был момент, не забили, когда голубан пробивал головой. Но это будущее. Есть талантливые ребята, у нас в данный момент 4 игрока, которые будут представлять нашу страну на чемпионате мира. То есть молодые ребята есть, и, скорее всего, в скором будущем будем больше доверять, и, скорее всего, будем акцент делать на молодых футболистов. Прошлая пресс-конференция, я говорю, вопрос задавали, почему он выходит. Ну, действительно, мы, естественно, он основной игрок, игрок сборной. Мы бы хотели то, чтобы он выходил в старте. Но, к сожалению, не дает травма. Он выходит с болями, выходит иногда даже под уколами, но хочет помочь команде. В предыдущих играх это давало эффект, выходя на поле, он делал результат. Сегодня тоже было 2-3 момента, где мы могли вскрывать оборону, но, к сожалению, не получилось. Здесь прям какой-то злой урок во всех ключевых играх. Вот просто продолжение. В ключевых играх команда не заслуживала поражения. К сожалению, мы не солоно хлебавшие уходили. Что это? Не везение? Что это? Какая-то судьба, наверное, в этом надо. Но, повторяюсь, все важные игры, мы недостойны были поражения, как и сегодня. К сожалению, вот так вот случается. Где я должен? Где-то, наверное, должно повезти. Но вот все на везение, на какие-то моменты есть надежда. Но, наверное, надо в себе искать. В том числе и, скажем так, полноценные. Мы говорим, что, чтобы добиваться результата, нужен полноценный резерв. К сожалению, все, что у нас было сегодня, мы выпустили на поле. Все, что могли, ребята сделали. Но это наш максимум. Надо это признать. Хотя, по ходу матча, конечно, ребята показывали очень хороший уровень. Могли вскрывать оборону. Особенно первый тайм мы видели, что творилось в обороне на САФ и начало второго тайма. К сожалению, почему-то не везет. Почему-то мяч не залетает или же там вратарь чудеса творит. Но надо с этим жить. Это футбол. Что делать? Может, как в следующих играх повезет. Будем работать. Почему в команде отсутствует ожидаемая команда и стабильная игра? По поводу стабильной игры, действительно, так особо мы не отличились стабильностью. Скажу так. Наверное, мы поставили задачи на все три фронта и думали, что у нас хватит резерву. Мы стараемся, да, играть и в чемпионате, и в кубке играли, как вы видите. Но, к сожалению, резервы, которые у нас есть и полноты состава, да? К сожалению, не хватило, чтобы, допустим, сыграв две ключевые игры в Лиге чемпионов, это в Катаре и в Саудовской Аравии, приехать и сделать ротацию, чтобы нам достойно сыграть, допустим, в Джизаке или в Анджиане. Но это реалии. Приходилось тех же ребят выпускать, хотя мы, опять-таки, не были достойны поражения. Хорошие игры были там, по 20 ударов в ворот доминировали, к сожалению, результата нет. Почему мы, команда, играет на всех трех фронтах, скажем так? Действительно сложно. Действительно сложно восстановить, действительно сложно подготовиться и психологически. После топ-игр в Лиге чемпионов возвращаться в наши реалии и психологически, и физически очень сложно. Вот это, наверное, ответ на ваш вопрос. Что делать в такой ситуации? Наверное, воспитывать молодых, которые будут выходить, которые будут заменять в ключевых играх, дополнять, я не знаю, усиливать игру. Только такой вариант. К счастью, есть на Мангане, но огромная работа еще предстоит, чтобы они дошли до определенного уровня. И в полночу разматриваться. Разматриваться.